Всем привет! Я вас приветствую, апостолом Георгиевым названным. Как уже с первой рассказом для вас, по поводу начинания, вальчуками, какие действительно приглашали наши ситры, пропознанные церкви. Вы хотите, как и вальчук Сергий, я его часто люблю в Штатке, а не делал, когда был ректор на семинаре, то, если пришли на него студенты из канала, то, ваше свидетельство, то, что мы поднесем вам на листу, заповенную тему, которые вы сегодня будете знать, и вы будете стоять посеред правил, то есть она, а, то есть, какие археи запустили, разрешенные службы. Чи сможете вы нам заразвить эту тему и призвать эту пробку? Я тебе сказал, что сможете. И тогда, как за мной, студенты, они очень интересны, они привезли его лист, он его распечатал, передавал, открыл, а он пустил. И он начал говорить Богу, что Господь додавал свет в ничего. То есть, про Бога, ни о чем не можно высказать, пересказать до конца. Дорогие братья и сестры, это высота и глубина. То не можно посерединить, и то не можно посерединить. Но мы с вами, между дворами раме. И мы очень близки для всего. Для всего святого. Поэтому слово только о Господе, это не может быть. И это не значит, что нам мы. Сколько от другого природного святого и святого и святого и святого и святого, уже это мысли. То есть, воинственные, то есть, то есть, что Господь додавал свет в ничего. То есть, может быть, где-то не стал, про Христа и святого и святого и святого. Поэтому я не хочу забрать важный революционный час для братья и сестры. Благоу сказано, но мало кто не делается. Будем стараться для братья и сестры. Мужчинам, мы имам нужды, братья и благословения, будь присутствием в частности к революции представителей нашей церкви. И он мне очень хорошо правду сказал, что взлетаются до него представители церквей в Товску, в Константиновке, в Сталинске, в Антиортийске, в Путинске, представители церкви. И они говорят, Ваше священное свидетельство, на нашу церковь совершается большое добре, И они говорят так, про какое давление вы нам здесь говорите. На нас такое давление в 20-е годы, мы не прогнулись. Вот цитата нашего священного. Не прогнулись. Думаю, я вас всех дать память Андрея Первозванного, ревностного, святителя. Чему ревностного? Я почувствую, что он был ученем Иоанна Хрестителя, Иоанна Хрестителя, Иоанна Хрестителя, Иоанна Хрестителя, Иоанна Хрестителя. Что вы говорите? Не по обряду прийти в храм, но так все идут. Не по обряду прийти по Хрестития, потому что, что я так говорю, чтобы перевести все таинства на обряд. Иоанна Хрестителя, на обряд Хрестителя, на обряд Хрестителя, Уже обряду приставили. Треба знать, дорогие братья и сестры, наш фундамент церкви. Потому что он сверстится на таинство церкви, на канона церкви. Не можно называть обрядом то, что прописано в святом. То, что установлено ирецезивно для нас, но Дух Святый пребывает около нас и в нас. Навколо нас и в нас. Ирки – это взросло наше. Потому что мы читаем с того апостола Андрея Хрестителя, три братья и сестры, у нас навчает церковь матеревность такую, как говорит Малу, да иркин Господь. Вин пришел, послужил его. Вин крутился. Вин говорит Слово. А на единственной братья и сестры плачев, распиял, тащил на треобразном Христе. Тащил вниз головой. Тащил вниз головой. И подивиться на труды апостольские. Подивиться на самого Христа в большинстве. Его распилив в Израиле. Вин сказал, на это я пришел. На это я пришел. А на это я пришел. Потому что ничем не можно было выкупить нам твои братья и сестры. Их поклятие, нехай смерть. только мы куплены верноценной ценой Сына Божьего. Крови Господа нашего Иисуса Христа. Почему мы выкупили сюда и братья и сестры? В чем наше спасение? А апостолы насыщие насыщие поанализировали при слове воскресенья страждание воскресенья и воскресенья что настолько приемность была велика, что их не успокоило ничего, да? Вы подумаете себе настолько, что что за життя таке счастливое, что в конец вы чувствуете смерть? А что такое счастливое життя дорогие братья и сестры, когда людина лежит в постели 20-30 суток и парализован? Это уже не мучено. Тому апостолы не боялись смерть. Ибо свободила нас спасала смерть. Тому мы не боялись, что вы не дали мою смерть, мы не боялись ничего, мы будем бояться только одного Бога. А бояться Бога это бояться скорбить то, кто дает нам все. Тому мы как пришли в Храм Гош, самое главное на чем мы все прикосуемся. Божественные ухаристы. Для нас это ухаристическое знание самое важное церковь. Значит, Бог на первом месте стоял перед нами. Потом невеста его церковь, членами якои мы с вами являемся. А потом дружина, дети только домашние. А потом после домашних дай любви апостолов. И аж кто не 50 своих уже не берет мою язык. То ты все дорого. А потом забыл и по плоте. и по плоте. Вот и апостол они первозвали. И они устрашивали девчонки. И не только апостолам они первозвали. Практически все апостолы они которые брали. Прошли за престолом проповедовали Христа. Я вам еще раз приведу апостолом английских Я на то слово. На перси. Апостол любви. Послание Соборное Первое, как глава, распадается все любви. Братья любви другого, любви Христа. Потому что, как Дова пропадает, так всякие слова пустыла же пропадет. А слово о Христе вечное, оно пиде с вами вовек. Потому что Бог не любовь. Любовь неизлеченна. И так далее. Апостол любви. Мы двигаемся далее в життя. Попадали в нас в стране. А нас, а вы с вами здесь забрали? За что я забрали? Татьяна. Татьяна. А вы бачите боли тоже. Попадание на остров Папус не так быстро. Потому что нужно было на ссылку идти еще и в паром. А как вы понимаете, что болны на ссылке сильные? Я бы на мировом море, который мает на сестре, попал в шторм. А была лодка прибережная. Немона было 70 метров. И дальше не выдавал. Нам сказали, что можно. И мы носили лодку 70 километров. Туда вовщик. А назад вовщик начался шторм. И мы начали заливать лодку. И мы начали ручным насосом все выкачивать. И мы встегаем. Можутки там, какие-то боли, боли на море. Все поломокал. Страх напал. Питаем людей, которые там пьяны, пока мы были там на острове. И они там торопились. Пьяны. Мы питаем, куда ехать. Держи лодку, сплавай, обестрюляю. Держи 70 и будет вверх. Вот с той стороны. Все, спляш. Не знаем, что делать. Все. Ибо подъебаем, как сказал апостол. Подъебаем. Розбудили и поговорили куда-то тримать. Еще дешево спитали. Ну а я тут море, если что, куда-то писало. Ну, говорит, диме море вообще-то навеки дать. Если что, мы не проживали. Все. Потому что холодный море. Тут же холодный, там в краю. Тут да и брать, и сестры. Вот так продается людей. Так было ли Ана Богословно. Он попал штору. И кто не был в море, кто не бачил штору, кто не молился. Там страшно будет. Пиля летит на тебя без дороги. Ну, знаете, она не кривая ее. Чи холодный море. Я по основе выявляю, как это было. Пили настолько сильные были, что разбили ее лаборатор. Разбили. И он был випленности пили на коверес. Представляете? Неужели Бог на них захистил? Вот вам усилий, запитание. А где же ты, Боже? Как Иосиф, помните, в кемнице сидел? А одна из заложниц параона, соблазняла ее на грех луда. Он не пьетался. Потому что он знал, что есть заповедь поставлен. Прилеподействие страшный век. Бог внушается человека, который живет в реку луда. И Иосиф не пришел на это. Не придав все искушения, за что помосили Него. За что сказали примету на Него. Что, если бы он был помогать в Него. И на самом деле все сквалось так, что Иосиф обвинили. Что он на самом деле жив с Него. И посадили в кемнице. И если есть в кемнице, страшные в кемнице, потому что тот человек и заверит. Все было. Помните, я. Цена львочка втягалась, в руках носили. Всю глину втягали и так далее. Иосиф сидит в кемнице. И насколько важно для него. Он умеет даже читать их в пламя. Он читал их и на русском языке. И когда ему дали проект почитать, то фарон вздевался, что в кемнице рапта, а еще и грамотный. А вот там и на русском языке. Иосиф в кемнице воскресает. Боже, Господний, где ты? Где ты? Боже, где ты? Они за вас стоят до конца. И пришло время, я задавал фарону, весны. И когда сказали, что в кемнице есть. Иосиф не может разгадать. Потому что сказал по-другому, кемничному. Иосиф сел в сон, раскрыл. Его убитый наступный кандидат Иосиф сказал. И когда призвали до фарона. Фарона найдет Иосиф. А фарон говорит до Иосифа, а потрібно было уклониться витком, а он не уклонился. Говорит, скільки в тебе Бог, Иосиф? А Иосиф говорит, у меня один Бог. Хохот такий. Вот вот это. Один Бог. Иосиф, видите, витринги. Вы только один Бог. Да, мой Бог один. Бог аксом моих. Три братья сестры. Мы верим. Верим не нашим. Не надо себе присвоить. Мы же ничего не сделали. Мы же даже с Божьей двойной потопкали домами. Не потопкали. У них так мало кто был нашим. И мы с вами пребываем в мире, а все в нашу. Вера не наша. Попачу, братья, наши дети и внуки придут. Если придут, так как мы с вами братья сестры. Значит, хорошо придут. А если вы за нами не придут, то они братья сестры. Придатут вернули, протестанты, септанты и всякие, ищетечки. Значит, мы с вами, братья сестры, всю, скажу так, мировую духовную систему провалили. Потому что я не знаю, как нас учили наши предки, что они нам говорили, чтобы нам сегодня стоять хорошо уверенность, что из таких православных. Вот это очень важно. Иосиф, когда эти слова воскрикнули, Боже, Господь, где? И незадовно все поменялось. Вот за Родану 2-3-3-3. Искренний Бог, Бог. Искренне надо закричать в небе. И Бог всегда включает. А когда мы кричим, мы соромимся закричать. Стих. Потому что когда ты искренне закричишь, то ты кричишь, умирай. Вот в дитина твоя умирает. Мати может закричать так, что сама может умирать. Вот только Бог, Сын. А так стал молитвословно. Почитал. А вообще, почитал. Почитал молитву. Я все равно буквально. То есть, по книгу, по роману. Почитал. Нема молитвы, на немаете листя. Вот Иосифа, мы бачим, молитва была почута. И Павел призвал. Дал ему песню. И сказал, управляй. Управляй Сын. И потом стало свято. Что пришли брати, яких он отдавался. А он говорит, это брати, и мне не продали. И его сила тоже подали. И они не брати. Сели, зарезали овцу. Выглядели на него верхний огонь. Пришли на балька и говорили. В тиши, в тиши и волки разорвали волосы по путина. Как он плакал дать. А он повинен с вами. У нас сейчас на дни Дерманин. Теревчатка. Это закон и природа. По природи, вот так. По думку. И вот они моим. Я постаржистровала правду. Я постаржистровала правду. Он сказал, я не только поверь. И я его сихватал, когда побачил братьев, тих, кто его продавал. И я хотел их спитать. Чи было им за цели эти покаяния? Чи было им покаяния, что они так поступили своим родним братом и оправдали на смерть. И когда они пришли за зерном, потому что Албрам сказал, что треба идти до Хараона, в него великие, не выродили. И велика башня у его корова. И когда они взяли зерна, и все дали, в один вишок и зерно уложили скрипно в чаш. Специально не вложили. И когда выходит цей караван, побои шли, но сухолили ли вы, что на проех, и начали все башки разрезать. Разрезают, 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 и заплона с башками ступает через одно и вкладает чаш. Присутник. Сейчас себя считается за динами. А мы тут боялись. Наш папа умрет. Наш папа умрет. Потому что Иосифа не стало. Ищи улюблено сына Батюниса. А если мне выйдет, то уже нет. Но когда они уже прийшли, я с него съехал. Он же был женат, у него было двоих детей. И когда встретился все семейство, Авраам, как Господь сказал, будешь слушать меня, Авраам, у моего рода твой, а и песок морской. Вот таки был Авраам, правительство, отца нашего. И вот, бачим, в конце, дали братец и сестры, зрубилась вся семья. Что было покаянно? Самое главное покаянно. Вызовь. Вызовь. Дали братец и сестры. Будьте и наши справки. Даже мы можем ураховать, что он кто-то отправил. Завжди мы должны прибегать внутри себя до покаяния. А может быть? А может я не правда? Потому что саме в цьем, дорогие братец и сестры, осознание своего недостоинства, появляется в благодатах Духа Святого. Тодей мы будем сидеть. Они знают, которые в благодатах. А так, дорогие братец и сестры, мы их снимаем. Я говорю, в центре первых христиан, огняное озеро, шарелитали, как стрела. Другая частика, тобто раздіряется на три-четыре періоти наше життя. Другой наследили, моя долетарная партия. А мы с вами стали, что так и не перейли, если же два кухня молодого озеро партии. Вот таки мы стали. Вот и бачим, Боянов послал так уж, просто выпадут. И это получает откровение, не просто туда попасть, а откровение нам принести. Для всех нас и на всех частях, будучи в церкви и в планете зиму, что будет твориться. Он собственно написал, а повернувшись с острова Паттес, что пышный Иван, начальник Беспублики, не отблодит, не отблодит, не отблодит, не отблодит. А потом подумал, что-то не надо, что будет его закупать. Мы еще до стопа, где я вам не могу. И вообще, я помню, такие братья и сестры, что Иоанн, что Иоанн, что входит в речный странный, кто сидит. Вот так вам построили. Подождите Иоаннею, что речи, я бы умрю, и не речи, я бы женею. То есть, Господь не сказал, что умрет Иоанн, что он забил. Ну, а все хочу, то ну прибивайте. То есть, если я хочу, то я буду прибивать. В бунтеже приведу, что в тебе? Я прийду, что-то не готово. Ты по мне гречишь. Вот и катай, ребят, я сестра Иоанна. Попробуй тебя сблить. Если Бог придаст в открытии нас, ничего не придаст. Бог затривает. Поэтому самое главное, что сказал, святые наши рецепты в церкви Канаде, последнего времена, по суду, он зауважил, уже нахуй, правду. Никому за мою кончину и за кончину моей семьи не всти. Церковь была правдой. И наступно, он сказал, всюду трустость, обман, не я. Обман, всюду трустость, обман, чем я. Не надо бояться. Не дейтеся, что у вас есть вопрос в семье. Бог нас ведет шляхом соним. И не думайте, что вы таки правильные, что сейчас уйдет, я с вами разом. Мы таки правильные, злоди Господним. Потому что не вы выбрали этот темп, а вас Богу. Не забывайте, что это, и ничего не будет. И вот так, таки думали, что православные, потому что Актосла Павла сказал, вы Духом Святым в воде будете, Дух Святый наставит вас, Дух Святый проведет вас, а мы, в иншотеревной веке, естественно, надіємся на физические силы. Забываем про Духа, который нас постоянно живет. Поэтому я хочу поправить, чтобы сделать в них христиан, простите, а не нужно их пропустить. Но вы успеваете символ веры, я тоже по-настоящему не могу быть совершенными, а не ем какие-то вы, какие-то поправляют. Вы читаете символ веры, успеваете, вы чётко наголошили веру в Египет в Бога. Отсан Святого Учителя, мой Отсан, небо, 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 отсаня небо, в Боге, что он может быть. Деке там чует по-настоящему я не могу что-то что-то это может быть. Он говорит, что-то это в Боге. Даже отчинка есть в Боге. линейке. Читайте ученщик. Ты что-то читайте. Такой иммунитет. Немного ангелия нет. Немного их послов. Где же такое на попало? Принят сосед надо спустите, от чему мы повторяем не такие слова, Спасибо. 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 Спасибо.